С тех пор, как человек стал понимать и осознавать ценность того, что было создано им самим, то, что впоследствии стало именоваться материальной и духовной культурой, с тех самых пор он задумался, как все это не только сохранить, но и выставить на показ. Вот так, видимо, и появились первые музеи. Летоисчисление Дагестанского изобразительного музея ведется с того момента, как по приказу Министерства культуры РСФСР в 1958 году на базе картинной галереи Дагестанского республиканского краеведческого был создан музей искусств. Итак, полвека назад на улице Марково в Махачкале было выделено специальное помещение общей площадью 200 квадратных метров, где разместили более 200 экспонатов русского, западноевропейского и советского искусства. Но музей буквально ожил, началась его активная деятельность, когда его возглавила Патемат Саидовна Гамзатова. Это, конечно, была очень изурядная женщина во всех отношениях. И, конечно, в историю, даже я бы, не только Дагестана, а вообще человечества, в первую очередь она, наверное, войдет как муза одного из величайших поэтов 20 века. Но, и, казалось бы, вот, выполняя именно эту миссию, как бы можно было остановиться. Остановиться на этом она не могла. Музей стал ее четвертым ребенком, как она часто любила повторять. В момент ее прихода за шесть лет сменило семь директоров. Сотрудников было человек пять-шесть. Ситуация сложилась критическая. Для себя она решила, необходимо заняться собиранием предметов дагестанского декоративно-прикладного искусства, создать коллекцию и сохранить ее для потомков. На эту задачу был нацелен весь коллектив. Тем более, что проблемы с финансированием тогда не было. Чего не скажешь сейчас. Моя мама, которая долгие годы возглавляла музей, в своей статье писала, что когда в 64-м году пришла в музей, то была удивлена, что в музее выделялись деньги, они не осваивались, просто потом в конце года списывались, потому что не успевал музей их потратить на приобретение. Но сейчас у нас ситуация почти противоположная. Суммы, которые выделяются, очень незначительные. Но, тем не менее, мы стараемся, чтобы попадало в музей лучше. Для создания коллекции использовались все формы работы с населением. Объявления в прессе и по радио, личные беседы. На всех совещаниях в республике обязательно присутствовали представители музея и просили помочь. Ездили в экспедиции, побывали во многих горных районах, особенно где были центры художественных ремесел. Благодаря подобной неустанной работе к 2000 году музей стал насчитывать более 15 тысяч экспонатов живописи, графики, скульптуры. Самым крупным собранием произведений является коллекция традиционного и современного декоративно-прикладного искусства. Памятники древнейшей культуры горских народов собраны благодаря археологическим раскопкам. Формирование дагестанской коллекции происходит уже именно в 60-70-е годы. Проводились экспедиции, практически были использованы все формы, виды, работы, чтобы собрать эту коллекцию. И коллекция действительно уникальна, она очень разнообразная. Учитывая, что у нас в Дагестане живет столько много разных народов, можете себе представить, у каждого народа свой стиль, своя излюбленная форма. Конечно, есть какие-то общие моменты, взаимовлияние культур, само собой, оно тоже было. Музей располагает богатыми коллекциями этих видов художественно-материальной культуры. Начиная с уникальных образцов бронзово-литейных экспонатов, древнейших керамических изделий, кончая современными произведениями ювелиров и болхарских гончаров. Среди экспонатов знаменитые спикские тарелки и сульфкенские гончарные изделия. Самые ранние датируются второй половиной третьего, вторым тысячелетиям до нашей эры. Это из генчинского могильника сосуды. Более поздняя керамика, то есть, это вот из известных наших центров, это Балхар, Южный Дагестан, это многие центры, Дербен в том числе, это Сульфкен, Джули. Это уже где-то начиная с 19 века. В последние годы мы приобрели такие бесценные, можно сказать, сосуды, то есть, это так называемый старый Балхар, то есть, это уже уникальные их, и осталось очень мало, то есть, в целом, в такой сохранности. Очень интересные сосуды, это датируемые 19 веком, они уникальны в том плане, что постоянно, то есть, технологии, орнаментик, она трансформируется, исчезает какой-то бережный смысл. То есть, более ранняя керамика, она ценна именно тем, что она расписана, не просто это узор, а у любого элемента есть какой-то смысл потайной. Здесь представлены все известные центры медно-чеканного производства. Это Даргинское село Кубачи, Лакские Кумух и Кунди, Аварский Гацатль и Ичичали. Среди экспонатов водоносные кувшины, маленькие водолеи, котлы, подносы, шумовки, которые бытовали по всему Дагестану. Самые ранние экспонаты, наверное, датируются где-то 15-16 веком. Именно за последние годы были приобретены ценные изделия. Значит, это и изделия Кубачи, котел, датируемый 15-16 веком, мы приобрели в прошлом году. Старые кубачинские изделия, они самые ранние и датируются самые ранние 15-16 веками. У нас люди сами приходят, значит, приносят ценные вещи. Мы сами, в общем, ходим где-то, смотрим в антикварных магазинах. Иногда, может быть, до музея не доходят, куда-то сдают и интересуемся, где что представлено. В общем, стараемся следить, чтобы эти ценные предметы, они не уходили бы за пределы Дагестана, чтобы это сохранить именно в республике. Есть экспонаты в музее, которые вызывают особые интересы внимания у посетителей. Причем этот интерес заложен самой природой. Женщины издревле интересовались украшениями, а мужчина оружием. В каждом районе, а иногда и в отдельных селах, был свой комплект украшений, свой головной упор. Самая крупная коллекция в музее – это ювелирная и оружейная. А начинали всего с 40 экспонатов, причем не самых лучших. На сегодня наша коллекция составляет больше 7 тысяч экспонатов. Это прекрасная старая ювелирка наша. Мы даже в состоянии классифицировать. Мы разбиваем на народности, разбиваем на школы, разбиваем на время всю нашу ювелирку. Затем у нас очень хорошая коллекция оружия. Дагестанского, в основном дагестанского и частично кавказского. Все собиралось, в общем-то, по крупицам. Было объявлено по республике, и нам очень многие вещи приносили. И мы выбирали наиболее интересные, наиболее нужные для музея предметы. И все приобреталось. Приобреталось через художественный совет, куда были привлечены многие специалисты. Затем мы ездили в экспедиции по горам. И собирался ядраб, металл таким образом, и собирались все остальные предметы. У нас, в общем, экспедиционно. У нас очень много предметов среднеазиатского украшения. Это тоже, в общем-то, стараниями нашей Пасмасайна Гамзатовой. Много привозилось. Вот вы видите в витринах очень интересные экспонаты. Многие музеи, в общем-то, мы очень гордимся этим. Многие музеи не имеют таких экспонатов. И даже когда мы были в Средней Азии, в командировках, то они удивлялись нашим экспонатам. Они говорили, что у нас нет таких видов. Как вам удалось? Особая статья – это оружие. Слава дагестанских мастеров уходила далеко за пределы горного края. После Кавказской войны русские офицеры с удовольствием его покупали. Набор холодного оружия, изготовленный кубочинцами, был преподнесен Александром III подарок английской королеве Виктории. Эти богатые кинжалы изготавливались целиком из серебра, украшались черневым орнаментом. Но самыми выдающимися экспонатами в коллекции является с саблей и кинжал работы известного мастера Чаландара и его сына. У нас очень старые пистолеты, у нас старые сабли. Мы в коллекции имеем кинжал и саблю Чаландаров. Очень гордимся этим. Патимация на протяжении многих лет изыскала эти два предмета. Очень долго добивалась приобретения этих работ. И вот эти работы в коллекции нашего музея мы, в общем-то, гордимся тем, что мы имеем. Ковер – предмет быта каждого дагестанца. Невозможно даже представить себе дом без ковров. Его вешали на стены, стелили на пол. И никогда не задумывались, что, может быть, именно этот ковер, доставшийся семье по наследству, представляет собой музейный интерес. Коллекция нашего музея, она складывалась, можно сказать, что с первых дней. Но, как бы, наибольшее количество экспонатов поступило к нам именно во время работы директора музея Патима Цаидовны Гамзатовой. Именно она, как бы, создала вот ту основу коллекции декоративно-прикладного искусства. И ковровый отдел образовался именно при ней. И она способствовала тому, что в наш музей попали действительно уникальные экспонаты, которых, может быть, нет нигде в мире. В нашем музее ковровая коллекция – она одна из богатейших. И, как я уже говорила, представлены самые разнообразные виды ковров. Это безворсовое откачество, войлоки, ворсовое откачество. Ковры комбинированы типа вышивка шелком, золотное шитье, костюмные комплексы, мелкие изделия, вязаная обувь. То есть это перечень огромный. Наиболее старый ковер нашей коллекции – это ориентировочно середина XIX века. Это ковер гладкий, килим, как его называют, выполненный аварцами. Но нельзя сказать, что он один такой. К этому периоду у нас достаточно большая группа ковров относится. Отличаются и уникальной техникой, и очень интересным декором. И они, можно сказать, одни из лучших экспонатов нашей коллекции. Работы по пополнению коллекции не только ковровой ведутся непрестанно. Продолжаются поиски у частных владельцев. Также закупаются хорошие образцы, выполненные современными мастерами. Но прежде чем попасть на музейную полку, стеллаж, под стекло, каждое старинное изделие проходит через руки реставраторов. Это огромный труд, невидимый для простого посетителя, который по достоинству могут оценить лишь специалисты. Причем надо отметить, что наши реставраторы, а таких профессионалов-единицы, сами учились своей профессии. И за эти годы набрались такого опыта, что им даже нет равных, во всяком случае в области дагестанского ковроткачества. Когда я пришла, была одна джамиля. Потом я уже, получается, два человека, и после меня пришла моя сестра. Получилась у нас небольшая команда реставраторная. И мы начали, естественно, не только дырки там восстанавливать, мы конкретно начали изучать, что из себя представляет вообще ковер. Оказывается, это очень сложная работа. Сложнее всего реставрировать, дать первоначальный вид тому или иному экспонату. И мы пришли к выводу, что реставрации ковров, старых ковров, надо, по-моему, в основном усилие надо делать на цветовую гамму. А цветовую гамму мы подбирали как первоначально химическим путем, а химическим путем у нас никак не получалось. И потом мы перешли на натуральные, традиционные, допустим, в 18-19 веке, как красили наши бабушки. Вот так они и работали, путем проб и ошибок находя единственное правильное решение. В Музее искусств работают не только реставрационные мастерские по коврам, но и по дереву, по живописи. Весь опыт, который они имеют сегодня, это наработки за многие годы. Многие коллекции находят в лице реставраторов, своих надежных хранителей. Это и коллекции дерева, и коллекции живописи, и коллекции ковров и тканей. У нас целая большая группа, которая работает. И вот отрадно, что в этом году, допустим, наш реставратор прошел курсы, повышали квалификации в исследовательском центре Грабаря. Долгие годы в музее работал реставратором по живописи Николай Черемушкин. Сегодня его ученик, Мухтар Гаджинаев, возвращает к жизни живописные работы. Конечно, не сравнить возможности и условия наших реставраторов по сравнению со столичными. И все-таки. В этом году ездил в стажировку в Москву. Когда я ехал, я думал, может, я что-то не то делал, и там какое-то волнение было. А когда там был, то, что я делал, я убедился, что я делал все правильно. Все то, что я учился у Николая Петровича, и то, что я сам, и это все. Просто там у них условия были лучшие. Помещение, там все анализы, и это все подробно. Вот, допустим, работа. Здесь у меня все визуально, предположительно. А там точно уже все определяют. Рядом с разделами декоративно-прикладного искусства располагается небольшое, но очень ценное собрание русского и европейского восточного фарфора и фаянса. Здесь представлены различные заводы России и Западной Европы, Ирана и Китая. В запасниках музея хранятся изделия знаменитого Мессинского фарфорового завода. К сожалению, площадь музея не позволяет выставить все эти экспонаты. Представьте себе только, если залы вмещают лишь две тысячи экспонатов, выставленные для просмотра посетителям, а в запасниках место, куда вход разрешается лишь хранителям, хранится более 12 тысяч. До сих пор есть работы, которые еще не были выставлены и ждут своего часа, или же были выставлены так давно, что сменилось уже не одно поколение. Очень многие работы действительно, и даже европейская, и русская живопись находятся в запасниках и выставляются, когда какие-то вот такие тематические выставки бывают. В каждом музее есть такая часть экспонатов, которые периодически только выставляются, и так не бывает, что в музее было, например, тысячи тысячи экспонатов, и они все были бы выставлены. Интерес русской художественной интеллигенции к Дагестану и Кавказу в прошлом веке был очень велик, и поэтому естественно, что он нашел свое отражение в творчестве многих из них. В крупных можно выделить два отдела. Это русское искусство, датированное к концу 18-го, началом 20-го века, куда входят работы очень известных художников, и особенно выделяется группа так называемых «Мир искусников», группа русского авангарда 20-е годы, очень интересная коллекция работ художников-передвижников, достаточно емкая коллекция, хоть и в небольшом количестве представлена, но практически вся история искусства, по крайней мере, 19-го века русского искусства, второй его половины. Второй отдел – это западноевропейское искусство, датируется он 16-м, концом 19-го века, началом 20-го. Самая ранняя работа неизвестного нидерландского художника «Смучение святой Екатерины», она уже атрибутирована и датирована, и что позволяет говорить нам, что самая ранняя работа в отделе ИЗО – это вот 16-й век. Также большая коллекция очень интересной скульптуры представлена у нас с европейских авторов, а также интересная копийная серия с античных фигур, римских и греческих. И современная, есть несколько интересных современных авторов, таких как, ну, в современных относительно, это гадинец 19-го века, есть копий Кановы, Фальконе, есть из русских скульпторов каноненков, Каноненков, Эль Конен есть и так далее. Ну и, как бы, находясь в пространстве советского времени, будучи в свое время, то большая коллекция очень, так называемого, советского периода, мы называем советское искусство. Это живопись, графика, скульптура, периода советского времени. Работы эти в основном поступали нам по линии Росизо, передавались. Параллельно, вот, когда был создан музей, в 1958 году, то основная музей, из чего был создан музей, это в основном были предметы изобразительного искусства, которые были переданы из Краевического музея. Как раз-таки, вот, русское, западноевропейское искусство и работы на кавказскую тематику, Рубо и остальные авторы, которые представили нашему музею, это как раз-таки вот та база, с которой начинался музей. Один из самых грандиозных живописных проектов, который стал в какой-то степени всем смыслом музейной деятельности по тематам Затовой, это восстановление фрагментов панорамы «Штурм аула Ахульго». Ведь она билась еще в те самые времена, застойные времена, за спасение этих шедевров, с чиновниками самых высоких рангов, начиная с Москвы, правительства, Министерства культуры, СССР. И все же вот ей удалось. Это уже в 90-е, в конце 90-х годов, 200-летие третьего имама Шамиля, удалось восстановить три фрагмента и сделать эскиз-копию, эскиз-копию всей панорамы. А что за этим стоит? Это, конечно, годы, десятилетия, очень такой упорной работы, потому что нужно было достать фотографии хотя бы, хотя бы черно-белые фотографии погибшей панорамы. И уже надежды почти не было. Но, тем не менее, в архивах Эрмитажа удалось фотографию 1911 года фотографа Григорьева. И только по ней художники студии, под руководством Николая Николаевича Соломина, художника России, смогли восстановить этот эскиз. Панорама в девять раз уменьшенной. В данном случае Development и в других французских правилах и в русском ст hurry. Я мечтал довести этого проекта. В духе Панорама была «Борthylla» и «Боргияise» Битва и Абонда Севастополя постигла почти та же участь, но они были написаны реставраторами практически заново. Но вопрос, кто сегодня доведет это дело до конца, остается открытым, тем более, что специалистов реалистической школы батальной живописи не осталось. Среди живописных работ дагестанских авторов с некоторых пор появилось еще одно имя, долгое время находившееся под запретом. Это Халилбек Мусая Сул, ученик Лансере, учился в Мюнхенской академии и волею судьбы, оказавшейся вдали от Родины. Он сумел соединить в своих работах традиции восточной живописи и европейской школы. Все, что имеется в музее, это дары, некоторые из которых передала его жена баронесса фон Нагель. На недавно проходившей конференции в филиале Академии наук, посвященные Халилбеку, его жизни и творчеству, с Альхат Расулной был сделан доклад, где она озвучила такую мысль, что достаточно много работ Халилбека, хранящихся в различных коллекциях, и в частности в коллекции нашего музея, записаны под именем Муидина Араби Джимала, который, возможно, таким образом спасал эти работы, чтобы они не были уничтожены в те годы, когда имя Халилбека было под запретом, и когда многие его родственники пострадали в связи с его невозвращением на родину. С первых же дней музея был создан отдел советского изобразительного искусства. И совершенно естественно, что основное место здесь занимали работы дагестанских художников. Сегодня по этим работам, которые выставляются и хранятся, можно проследить весь путь развития дагестанского изобразительного искусства до настоящего времени. Вся коллекция, она повторяет историю нашего изобразительного искусства, потому что наше искусство молодое, оно началось с 1917 года, как известно, с приезда Лансере и его первых творческих опытов вместе с Джималом и другими молодыми людьми. Довоенный период был достаточно скупой на развитие, потом была Великая Отечественная война, и как раз-таки открылся музей, и как раз-таки открытие музея совпадает с такой какой-то новой волной, с широкими шагами в изобразительном искусстве. Появились новые авторы, приехало очень много интересных художников в Дагестане, такие как Марковская, Конопадская, Августовичи, Горьков, Беспалов и так далее. Появилась своя изобразительная школа здесь, то есть открылся художественное училище, потом худограф. То есть как развивалось изобразительное искусство, вполне может ответить на этот вопрос фонду нашего музея. Работа музейных работников не ограничивается залами. Идет постоянная смена экспозиций, отбор материалов для новых и подготовка стационарных и выездных выставок. Все эти годы музей пропагандировал нашу культуру далеко за пределами республики. В 70-е и 80-е годы побывал во всех странах тогда соцлагеря. Побывал в Англии, Японии, Кувейте, Италии. И везде их принимали с восторгом. Этот вид работы продолжается и сейчас. За 7 лет, которые я возглавляю музей, мы организовали около 90 выставок. Это вот очень такая значительная цифра. Это около 50 выставок прошли в стенах нашего музея. И около 40 выездных выставок. Это и крупные выставки, такие как выставка в Каннах, такая как выставка, посвященная Международному экономическому форуму. Выставка ДПИ была в Русском театре. И выставки небольшие, но которые тоже несут свет знаний, скажем так, образно зрителю. Очень часто мы делаем выставки в библиотеке нашей национальной имени Расула Гамзатова. Очень активно мы сотрудничаем с Хасаевтерской библиотекой имени Расула Гамзатова. И на сегодняшний момент почти ни одной организации, которая обратилась к нам с просьбой организовать какие-то выставки, мы не отказывали. Прежде чем экспонаты после реставрации выставят для обозрения, проводится большая научная работа. На них составляется большое количество документов, паспорт, топографическая карта, фото. Почти все коллекции музея научно классифицированы. По ним составлены научные картотеки и фототеки. Издаются каталоги. Мы находим новые сведения, меняется, например, в области археологии точность датировки. И не менее важный момент – это пропаганда. Потому что выставка все-таки явление временное, она в какой-то момент существует, потом нет. Но книга – это такое явление, которое всегда, если человек начинает ее изучать, она всегда с ним, она волнует, она человека затрагивает. И как раз это то, что заставляет его потом прийти в музей, уже прочитав статью, посмотрев на эти вещи, уже сопровожденные комментариями специалиста, заставляет уже, придя в музей, по-новому обратиться и к дагестанскому искусству, и к этим предметам. И в этом плане тоже музей организовал очень большую работу. Хотелось бы всегда как бы более активно, но тем не менее, достаточно хорошими темпами мы идем. И около, тоже, например, за последние 7 лет, тоже около 15 изданий достаточно больших выходит. Вся эта большая и кропотливая работа ведется дружным и самоотверженным коллективом музея. Как говорят сами музейщики, музей – это большое призвание, его надо не просто любить, им надо жить. У нас нет фалькана, у нас нет. Извиняйте. Извиняю.